К другим темам. В Магнитогорске отгремел первый фестиваль под названием «Солянка». Жителям и гостям города представили местных творцов, предпринимателей и самозанятых, которые делают оригинальные вещи, изготавливают продукты, предоставляют различные услуги. На праздники побывала и наша съемочная группа. Уникальный хендмейт, яркие образы, аппетитная еда. Солянка получилась действительно вкусной. Жаль только, что желающих ее распробовать оказалось немного. Подкачала погода. В аккурат в 12 часов начало праздника палил дождь, и большинство гостей покинуло площадь, а кто-то сюда так и не дошел. Но несмотря на это досадные обстоятельства, организаторы и участники фестиваля постарались на славу. Здесь будут творческие коллективы, здесь будут люди, которые умеют творить своими руками, люди, которые всю свою жизнь посвящают тому, чтобы себя реализовать. Я очень надеюсь, что мы сегодня теплом, своих сердец, своей душой эту площадку разогреем. Многие участники фестиваля – самозанятые люди, которые делают на продажу уникальные вещи, такие, как Екатерина Пузанова. Какая бы одежда ни была сегодня в тренде, платье в народном стиле всегда актуальны, считает мастерица. Это льняное платье, это сатин, то есть здесь все натуральная ткань. Оно у нас ниже колен, у нас все это по славянским канонам шито. У нас здесь есть ластовица, нет плечевого шва, это ткань, одежда перекидная. То есть это все для того, чтобы наше тело было в гармонии. Гипюровые вставки, все украшено, расшито нитками мулины, то есть это все натуральные нитки, все это все натурально, как раньше. Рядом можно было примерить кокошник или присмотреть сумку, также ручную работу. В соседнем шатре представлена оригинальная керамическая посуда. Такую в магазине не купишь, здесь же организовали мастер-класс. Ольга Сапарова говорит, в основном их посуду через интернет покупают жители столиц, а вот магнитогорцы о керамической посуде ручной работы знают мало. Возможно, с помощью фестиваля о них узнает больше горожан. Мы делаем в основном 90% это посуда. Посуда функциональная, нашу посуду можно мыть в посудомоечной машине, пользоваться каждый день. Ну и, конечно же, предметы интерьера, декора, то есть это вазы, подсвечники, всякое украшение. А еще на фестивале был огромный ассортимент разнообразных продуктов. На прилавках мед, хлебобулочные изделия, мясная продукция и другое. Перед покупкой можно было все попробовать. И гости и участники отметили, идея фестиваля хорошая. Для предпринимателей это отличная возможность продвинуть свой товар. Для покупателей узнать для себя что-то новое. Организаторы подчеркнули, что следующий фестиваль обязательно состоится. Юлия Черешнова, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.